Субтитры делал DimaTorzok Ее там нету, она вообще не вышла на смену. Все ей пытаются дозвониться, но телефон выключен. Так, Вася не вышла на работу и никого не предупредила, это на нее вообще не похоже. Слушай, она, может быть, тебе говорила, куда она пошла? Хоть что-нибудь? Да, она сказала, что она пойдет ночью клеить обои, но куда именно она не сказала. Ну, попробуй вспомнить хоть что-нибудь. Да нет, она абсолютно ничего не сказала, она просто ушла и все. Ты то есть отпускаешь ее непонятно куда? Она уходит ночью и ты ничего не спрашиваешь? Ты вообще кто? И подруга или кто? Борь, ну, у меня голова забита кучей своих проблем. Я не могу за всех думать. Ладно, прости, я не хотел, ты правда не виновата, я просто, я очень переживаю. Ничего, ничего, мы со всем исправимся. Обвинение настаивает на трех годах лишения свободы для Виктора Батурина. Доказательств для обвинения Александра Батурина недостаточно. Виктор Батурин отказался признавать свою вину. Суд отклонил ходатайства о пребывании обвиняемого на свободе под подписку о невыезде. С сегодняшнего дня Виктор Батурин взят под стражу. Ой, Господи, вот каково ему сейчас, я не представляю. Ой, не переживай, он не из таких передряг выбирался. Вот если бы Виктор Викторович согласился бы меня выслушать, вот ты не спрашивай согласия, выскажись и все. Я так все время делаю, когда со мной не желают разговаривать. Наверное, ты права. Да еще как права, это работает, проверь. Хочешь, пойду с тобой? Ну. Боря, ты где ходишь? Ты сам сказал ждать, но сколько можно сидеть и ничего не делать? Да я делаю. Вы мне лучше скажите, Вася, она объявление искала в газете или по интернету. В интернете? Ну вот. Значит так, дайте мне ее компьютер, сами занимайтесь своими делами, а я свою Васеньку из-под земли достану. Надо же. Никогда не думал, что буду сидеть с тобой в одной камере. Но вы можете договориться, вас переведут в одиночку. Нет. Лучше с тобой, чем в одиночке. Спасибо. Для меня большая честь, сидеть рядом с вами в такой непростой момент. Чего? Чего ты несешь, какая честь? Лучше подумай, какая сволочь нас всех сдала. Кого так ждут рыбы на дне Москвореки? Да. Я, я не знаю. Ничего. Я его все равно найду. По что бы то ни стало, найду. Ведь он наверняка первым захочет покинуть страну, после того, как с него снимут подписку о невыезде. Да. Наверное. Может случиться так, что после всей этой истории мне придется отказаться от поста генерального директора. И у меня будет масса свободного времени. И вот тогда я все силы свои брошу, чтобы найти эту сволочь, этого предателя. А когда найду, месть моя будет. Месть моя будет жестока. Что ж такое так болит сердцем? Мне на самом деле надо в больницу. Меня закрыли в тот самый момент, когда я на самом деле заболел. Охрана! Охрана! А ты посиди. Посиди и подумай. Вряд ли он захочет меня видеть. Ты главное не отступлай. Это он? Похоже. И опять уходит от меня. Виктор Викторович ничего не говорил, но он действительно очень ждет, что вы приедете. Вы должны хотя бы раз проведать его. Неужели вам его не жалко? Жалко? Мы же все прекрасно понимаем, что это клоунада. Концерт по заявкам. Как только его выпишут, он запрыгает, как кузнечик. Он действительно болен. Я понимаю, что никто не верит. Но у него, правда, проблемы с сердцем. И еще кое-что. Ваш отец действительно пытался полностью очистить бизнес. Уйти от этих серых схем. И когда он принял решение, всплыла эта история с дотациями. Ему просто не повезло. Ему очень повезло. Ему повезло. Судьба дала шанс исправиться и снова стать человеком. Судьба давала ему один шанс. Второй, третий, пятый, восьмой, десятый. Только бесполезно. Ничего не меняется. Не изменится и сейчас. Вообще, мы такие разные, что мне не верится, что он мой отец. Воистину, яблоко от яблони недалеко падает. Виктору Викторовичу тоже иногда не верилось, что вы его сын. Да. А мне вот сейчас не верится, Константин, что вы работаете у нас так много лет. Что за ерунду вы несете? Саша, тебе надо навестить отца. Если ты считаешь нужным, то скажи ему все, что думаешь. В конце концов, родители, которые дают дурной пример своим детям, должны ожидать, что это им не понравится. Что ты собираешься с этим делать? Пока ничего. Но я требую, чтобы вы прекратили все отношения и дела с моей матерью. Тогда никто не узнает, что ваша галерея всего лишь прикрытие для отмывания денег. Ты мне угрожаешь. Да. Вы плохо влияете на мою мать. Когда она рядом с вами, она становится хуже, чем есть на самом деле. Угу. То есть, ты считаешь, что она святая, а я ее с пути истинного сбиваю? Именно. Как и ваша дочь. Благодаря вам между нами ничего не может быть. Ничего не может быть? Значит, ты с ней просто играешь? Послушай, как же ты можешь быть таким жестоким? Буду жестоким. До тех пор, пока вы не оставите мою мать в покое. Диана? Диана? Ты все не так поняла. Все я так поняла. Поигрался и бросил? А что ты ждешь? Давай прямо сейчас. Чего ты смеешься? Да просто никогда тебя такой не видит. И не увидишь. Подлец, негодяй, гад. Подожди, пойдем со мной. Никуда я с тобой не пойду. Пойдем. Тебе понравится то, что я тебе покажу. Пойдем. Я надеюсь, что тебе нравится этот район. Ты что, снял для меня квартиру? Я подумал, что так будет лучше. Макс! Макс! Хоть ты негодяй, но классный. Мерси. Мне так приятно. Нашел время, выбирал. Вот еще. Я поручил это Надежде. Так что я и благодарю. Тогда я беру свои слова обратно. Никакой ты не классный. Ладно. Иди осмотрись, я думаю, тебе понравится. А я поехал. А что, ты даже не зайдешь? Мне нужно к Виктору Викторовичу. Ой, подожди, мне что же надо? Я с тобой. Алло, Вова. Это Боря. Очень нужна твоя помощь. Это очень важно. Ну что, одумалась? Ну, смотри, жду до вечера. Если будешь героиню играть, сдам ментам. И оттуда ты уж точно фиг выберешься. Понятно? Ах, ты сволочь! С ней по-хорошему. А она... Ничего. Загремешь в ментуру, там тебя так отделают, что ты своих не узнаешь. Об этом я отдельно позабочусь. Боря? Да, говори быстрее. Что-нибудь о Ваше слышно? Я ищу. Думаю, скоро найду. Может, надо обратиться в полицию? Не-не-не. Не, пока с этим подождем. Борь, ты уверен? Но это уже не шутки. Может быть, может, все-таки стоит их подключить? Все, кого надо, я уже подключил. Все. Не волнуйся. Пока. Хорошо. Пожалуйста, держи меня в курсе. Извините, пожалуйста. А Васи сегодня не было? Какого еще Вася? Да никакого, а какой? А, Василиса, что ли? Нет, не было. А ты кто? Я ее парень. Ты? И чего тебе нужно? Просто, понимаете, у Васи проблемы. И мне понадобится ваша помощь. Ты кто-то обидел? Боюсь, что да. Поэтому мне нужна пара крепких, парней и побыстрее. Так, парни, со мной. Пойдемте. Посторонним нельзя. Я Евгения Шевчук. Я секретарь сына Виктора Викторовича. У меня очень важное дело. У Вас нет в списке. Это какая-то ошибка. Вы можете у кого-нибудь спросить? Нет никакой ошибки. Отойдите в сторону. Мне только на пять минут. Мне очень важно с ним поговорить. Пустите. Ну что вы за люди такие? Они же хорошие. Нет, ну а как с чаташкой случая? Отдалось? Отдальше с этим. Да там все совсем проще оказалось. Ну хорошо. Я из интернатуры. Из какой интернатуры? Вы кто? Я интерн. Девушка, я вас не знаю. Женя! Она считаем, что вызовая травма. И я ее заплежала. Женя! Ага! Женя! Ну и где нам ее теперь искать? Нужно разделиться. Ты туда? А мы посмотрим, может, на лесу побежала. Ага. Ты умолял, чтобы я пришел, а вот я здесь. Что дальше? Начнем с того, что я никого не умолял. Тогда я пойду. Постой! Я хочу поговорить с тобой о Жене. Только не говори мне, что это она сдала нашу компанию. Это не Женя, я уверен. Хорошо, Жене не предать. Но все равно, ты не можешь быть с ней. Почему? Потому что не можешь, вот и все. И все. Изначально было условие, что она приведет тебя в бизнес. Этого не произошло. Ты тоже не выполнил свое обещание. Я сам не знаю, как это произошло. Это все Ольга. Из-за нее. Если б не она, то... Давай. Давай-давай. Продолжай перекладывать ответственность на других. Хорошо, хорошо, ты прав. Ну, все равно, Женя, не вариант. Послушай, Саш, моя компания, это мое детище. Мне пытались строить козни, вставлять палки в колеса, а я все равно ее взрастил. Сейчас, кажется, я должен отойти от дел. И что? Я даже не могу передать свое главное дело жизни единственному сыну. Понимаю. Проблем хватает. Хватает. И Женя в качестве невестки еще одна проблема. Проблема, а не ее решение. То есть, ты настаиваешь на том, чтобы мы расстались. Другими словами, ты хочешь, чтобы я ее бросил. Вот она. А мы пошли. Ребят, отпустите меня, пожалуйста, я ничего плохого не сделаю. Не хватало, чтобы ты еще что-то натворила. Сейчас мы отправим тебя в полицию, пусть там тобой занимаются. Хорошо. Как скажете. Секундочку, что здесь происходит? А вы кто такие? Вы заодно? Так если вы вместе, значит, и вас отправим в отделение. Ну, дети меня сейчас укусят, мам. Аааа. Ты уверен, что сможешь расстаться с ней? Нет, конечно. Ты сейчас что? Ты играешь со мной? Как я могу расстаться без резкой причины? Послушай, я болен. Ты можешь хотя бы из уважения к моей болезни не издеваться надо мной. Даже если бы я и мог с ней расстаться, то точно не потому, что это ты мне так сказал, папа. Да что ты говоришь, засранец. Как всегда, да? Плохо слышишь. Женя, вы что, опять не захотел с тобой говорить? У меня к вам просьба. Сделайте вид, что вы меня не видели. Женя! Не надо. Максим, кстати, я могу увидеть твою маму? Конечно. Главное, чтобы дело не кончилось с дракой. Этого не могу обещать. Слушай, мне надоело торчать возле тебя. Давай, либо звони своей мамаше и говори, чтобы искала деньги, либо я звоню ментам, и у тебя начинаются настоящие проблемы. Согласна? Да. Нет, мне надо подумать. Слушай, ты держалась молодцом. Для бабы вообще супер. Но выхода у тебя нет. Звони, и все закончится. Кого там еще принесло? Попробуй, только пикни. Кто? Да вы счетчики уже проверяли, зато обрали. Извините, тут такое дело, пропала моя девушка. Вы не против, если мы проверим все комнаты? Проверишь комнаты? Да ты что, вообще офигел? Вася! Господи! Парни, она тут! Вася, Вася, Вася. Чихай, ты меня нашел? Как ты меня нашел? Парни, тихо, тихо. То есть ты настаиваешь на том, чтобы мы расстались? Другими словами, ты хочешь, чтобы я ее бросил? Ну, почему ты так злюешься? Я вообще на тебя не злюсь. Я злюсь на самого себя. В твоем мире то, что делает мой отец, это плохо. В моем мире это нормальные вещи, поэтому он мне не нравится. Я хотел бы жить в твоем мире, но я даже не могу представить, как это вообще. Другими словами, я на все готов родить тебя. Но до сих пор я не заслужил и капли твоего доверия. Это не так. Я просто боялась, что из-за меня вы поругаетесь сильно с отцом, а я этого не хочу. Да и не поругаемся. Я всегда разочаровывал отца. Без тебя я вообще ничего не добился. Сам я из себя ничего не представляю, поэтому то, что ты мне не доверяешь, это только моя вина. Алло, да? Нашли? Ты? Где? Да! Да ему вообще повезло, что меня оттащили. Да бы убил бы. А как вы ее нашли? А это уже Борис постарался. Борь, я знала, что ты очень умный, но чтобы настолько. Да ну, просто у меня друг работает в компании мобильной связи. И он помог узнать, на какие номера звонила Вася. А потом я погуглил и нашел номер этого типа в объявлении о поклике обоев. Борь, я всегда знала, что ты самый лучший. Да, но это еще не все. Этот же друг узнал территориально, где находится мобильный этого придурка, и там же находился Вася. Ну, это, конечно, запрещено, но для меня сделали исключение. Попробовали бы не сделать. Ой, Борька, я тебя обожаю. Я обещаю, что больше никогда не буду тебя видеть. Ну, а как твои дела? Ты рассказала всем, что ты не виноват? Давай не будем. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Извините, пожалуйста. Отри мне отца и отрекись навек от имени родного. Простите. А если нет, меня женою сделаешь, чтобы Капулетти больше мне не быть. О, по рукам, теперь я твой избранник. Я новое крещение приму, чтобы только по-другому называться, мой друг. Клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев. Ой, не клянись луной непостоянной, в месяц раз меняющейся. Чем мне клясться? Джульетта, для чего ты так прекрасна? Я могу подумать, что ангел смерти взял тебя живьем и в заперти любовницей содержит сюда, сюда угрюмый стражник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Угаза дозвольцы, ангел 20 минут. Ну, вторым домом дозвольцы, работают театральное кафе. Да и пошел ты, мне ни один и не два раза бросали. А сколько раз тебя бросали? Расскажи, что было в первом акте? В первом акте? Ты что, его не смотрела, что ли? Почему смотрела? Ты заснула? Я на пять минут прикормлю. Я тебя не приглашала, а мне плевать. Девушки, вам же ясно сказали, вас не приглашали. Выведите их немедленно. Скажите, чтобы не мешали нам, тогда я обещаю вести себя сдержанно. Выйдите, идиоты, за что нам только деньги плачут. Чего ты добиваешься? Это чего вы добиваетесь? Я тебя не понимаю. Конечно. Как такая прекрасная, такая правильная, как вы, может понять меня, безродную, нищую хулиганку с окраиной Москвы? Ну и к чему все это? К тому, что из-за вас вся моя жизнь пошла наперекосяк. К тому, что из-за ваших интриг, которые плетете вы, страдаю я. Я уже ничего не плету. Это хорошо, если это так. Потому как еще одна низость, и... Вы поймете, на что способен человек, которому нечего терять. Да, и еще не вольнять этих ребят, они ни в чем не виноваты. Просто у нас хорошая подготовка. Угу. После вчерашнего дня мне нужна была хорошая разминка. А ты и выпустила пар? Да. Мне даже понравилось. Но я не уверена, что мы поступили правильно. Опять эти твои сомнения? Что на этот раз? Я боюсь, что... Что бы я ни делала, Сашка все равно не будет относиться ко мне, как раньше. Иди сюда, подруга. Ну вот, конечно, он позвонил, и я уже не нужна, да. Алло. Хорошо, конечно. Он хочет встретиться. И что? Ну, странно. Почему странно? Не знаю, просто странно и все. И опять, и опять, и опять, и опять, я соступаю неверно. Я не знаю, почему ничто тебя не радует. Сердце бьется твоим муфтом Давай оставим позади наши ссоры Давай оставим позади наши споры Пускай не будет ненужных сомнений И лишних слов Ты для меня, меня, меня Я для тебя, тебя, тебя И будет только любовь между нами А что с тобой? Ты такая красивая Мне даже как-то не по себе Да ладно, я всегда такая Слушай, у нас сегодня свидание против правил, так? Поэтому не говори мне, что и как я неправильно сделала Я все сама осознала Хорошо Сегодня буду милой и кокетливой Может, лучше не надо, а то у меня и так мурашки по коже Идем? Пойдем Лошади любят людей Они любят, когда их гладишь Если их похвалить, они понимают В отличие от других животных Они любят, когда им смотришь в глаза Это забава Смотри Попробуй Забава Это генерал Там еще Корсик, а вот там Макс Забава 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я уснула Подожди, а мы где? Ты не помнишь? Здесь ты мне многом научила Ну да Иначе и быть не могло Ты привез меня туда, куда всегда убегал один Мы прогуляемся Я... Помнишь, я говорил Если ты захочешь Я буду жить в твоем мире Сейчас я этого сделать не могу И я не могу позволить, чтобы ты и дальше оставалась В таком омерзительном мире, как мой Поэтому я хочу сделать ползу Я не знаю, сколько она должна продолжаться Потому что мне нужно сделать кое-какие дела здесь Я... Я знаю Все думают, что я ни на что не горжусь Я хочу доказать отцу, что это не так Ты говорил мне, что я должен Я должен понять Чего я сам хочу в этой жизни Хорошо Давай сделаем, как хочешь ты Только если ты не против, я уйду первая И все? Что у меня есть выбор? Даже если нет, мне просто очень интересно Что ты думаешь? Зачем? Все это ни к чему Что слова? Это же просто воздух Ладно, я пойду Ты тоже иди И не надо смотреть на наслед Как ты можешь? Почему ты так просто принимаешь все это? Или все, что было между нами, не имеет для тебя никакого смысла? Неужели я для тебя ничего не значу? Ты чего ждал? Ты думаешь, что я упаду на колени и буду просить, чтобы ты остался? Саша, ты нашел ведь какую-то важную причину, чтобы уйти Что я с этим могу сделать? Я не говорил, что я ухожу Мне нужна пауза, перерыв Да мы не на работе, мы же не на работе И перерыв в отношениях, это не перерыв на обед Нет, Саша, если мы расстаемся, мы должны называть вещи своими именами Не надо так Ты часто говорил, что я не верю в тебя А ты сам в меня верил? Ты ведь даже не выслушал меня после этой истории с этим проклятым маргарином Мне казалось, что ты сделаешь все ради меня Не то, что я сейчас делаю, это тоже ради тебя Ради нас Клупость Зачем ты это говоришь, я даже не понимаю Ты точно хочешь, чтобы мы расстались? Да или нет? Саша, я не уверена, что настанет тот день, когда ты поймешь, чего ты ждешь от жизни Но ты сделал выбор Иди своей дорогой, не оглядывайся Хорошо Я так и сделаю Здорово Я тоже Могу позвонить нам, мы подняли всех и за полчаса тебя нашли А ты решил в героя поиграть Слышь, повидло Он не играет в героя, он и есть в герое, поняла? Ладно Нет, ну че Ты только, это, ну, не говори ему, что я так сказала, хорошо? Хорошо, не скажу Мне вот интересно, чем там у Женьки все закончится Да все у них хорошо будет, они с Сашкой любят друг друга до смерти Ну не знаю, как-то мне, беспокойно за меня Здравствуйте Извините, а вы не знаете, Евгений Шевчук здесь проживает? А вы кто такие? Мы из газеты, нет, вы не подумайте, мы не желтая пресса, мы серьезное издание Меня зовут Евгений, вам визитка моя А вы, случайно, не Диана Морозова, дочь Маргариты Морозовой? Нет, у меня другая фамилия, Вась, пошли Жень Вы уже вернулись? Да Да А что-то случилось? Что-то с Сашей, да? А может это из-за журналистов? Они тебя достали? Когда я пришла, они пытались ворваться в квартиру, ну, я их предупредила как следует С ними все в порядке? Ну, вроде бы, да Значит, это новые пришли уже А, так ты из-за этих писаков, что ли? Нет Мне пингвинов жалко Пингвинов? У них уходит 70% энергии только на то, чтобы ходить по льду, не спотыкаясь, представляете? Почти все свои силы они тратят на то, чтобы просто ходить по льду своими свечными лапками Ну, он упал, бедненький За что? Зачем Маргарита это делала, а? Такое впечатление, что она любыми способами пытается уничтожить Витю Может быть, она нам зарядует? Только не говори мне, что ты здесь ни при чем Я? Ох, хорошая порка тебе б не помешала Бабуля, у меня уже был с мамой серьезный разговор Да, Максим меня уже отругал Есть чем хвастать Постыдилась бы Хорошо, мне очень, очень стыдно Но, может быть, уже хватит? Хватит? Не хватит! Извините Да, что случилось? Слушай, у нас тут куча журналистов, и все хотят взять интервью у Жени Понятно, скажи Жене, чтобы не переживала, я все увожу Подожди Это не все Она какая-то странная Странная? Она смотрит по телеку про пингвинов и ревет Про пингвинов? Хорошо, я еду Тебя здороваться не учили? А, это ты Может быть, мне расскажешь, что произошло? Я устал, дай пройти Марго умеет только разрушать А ты пошла у нее на поводу Проваливай отсюда, у меня плохое настроение Я не уйду, пока ты не расскажешь, что произошло Я тебе сказал, вали отсюда, или тебе непонятно Я не уйду Ладно? Хорошего не понимаешь, да? Все, вот дверь, уходи, по-хорошему Вы поссорились с Женей? Да, мы поругались с Женей, ты доволен? Дурак Да, я дурак, ты хороший, да, ты у нас умный, ты замечательный Все, уходи Дурак и ненормальный Я всегда был ненормальным, ты это знал Знал Знал, вот и уходи, все, что у тебя общаться с ненормальным, а? Ты сделал это, чтобы защитить ее, я прав? Макс, я не настолько крут Тогда тебе пора поумнеть Пока Неужели вы так серьезно поругались? Да я не понимаю, чего он этим добивается Частично я Сашу понимаю О его девушке Которая по совместительству его секретарь Ходит слухи И якобы она сдала компанию его отца Органу Та еще ситуация Ой, Женька Не надо его оправдывать Меня это бесит Сашкин папа наломал дров, а вы отдуваетесь Ну не переживай Влюбленные часто ссорятся Это обычное дело Мы не поссорились Мы расстались Да ну тебе Мне сейчас так плохо Сердце ноет Будто и вправду оно разбито Мы никогда такого не было Субтитры сделал DimaTorzok Жень, вот приказ о твоем переводе Из-за меня у вас было столько проблем Спасибо вам и простите меня за все Что случилось? Нас вызвали из Рязани Мне позвонили и сказали Что меня восстанавливают на должность Секретаря Александра Викторовича Это ведь какая-то ошибка, да? Нет Нет никакой ошибки Черт Я не хочу Я вообще больше никогда не хочу быть его секретарем Жень Зачем тебе ехать в эту тьму, таракань? Ты можешь просто уволиться Перед тем, как ты взял меня в БАД-групп Я очень долго искала работу А сейчас заработала себе такое резюме С которым никуда Нет Перевод для меня Это все-таки стабильность Зарплата Значит, ты все-таки поедешь туда Да Это еще один шанс Доказать всем, какая я сильная Хорошо Но если тебе понадобится помощь Ты звони Конечно И не переживай за Сашки Договорились И последний вопрос Давай Сходим как-нибудь повеселиться? Обязательно Теперь слушай меня внимательно Потому что я не буду ничего повторять Я ненавижу ничего повторять За мной Ты должна брать трубку Не позже второго губка Слова абонент недоступен Меня раздражают Так что ты на связи Круглосуточно Будешь брызгать мне на руки Дезинфицирующим средством Когда я буду делать вот так Скоро Скоро ПОДПИШИСЬ! 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 Что вы хотите сделать? А чего ты боишься? Я не боюсь. И правильно. Я же для тебя не мужчина, ты для меня тоже не женщина. Я все-таки заставил тебя волноваться, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok